Добрый день, друзья мои! Вы на канале The New Woman, и сегодня мы обсудим такую важную и актуальную тему, как наша привлекательность в глазах мужчин. Для кого мы одеваемся? Для себя, для других женщин или для мужчин? В какой степени мы ориентируемся на мнение мужчин, когда мы выбираем стиль и гардероб? Мужа, друга или сына? Какой должна быть сексуальность взрослой женщины? Дизайнер Бетси Джонсон утверждает, что женщины одеваются исключительно для других женщин, и если бы они одевались для мужчин, то ходили бы исключительно голыми. Вы согласны с этим утверждением? Несколько раз был такой комментарий. Лучшие украшения женщины достойны мужчина рядом. Но если для нас мужчина это украшение, то что мы для мужчины украшение? Если украшение, значит мы должны одеваться так, как им нравится. Какой вкус у мужчин, если только они не профессионалы? Портные, стилисты или митчмейкеры? Консервативные. Они в женщине видят прежде всего женщину, а не тренды, бренды и стоимость ее образа. И поэтому единственный критерий идет или не идет. И если уж ты отрастила себе вот такую вот задницу, то по крайней мере не натягивай на нее лосины, ну не идет тебе. Вот только несколько примеров реакции мужчин на современные тренды. Так что получается, хочешь быть модницей, игнорируй мнение своего мужчины? А если будешь учитывать его, то ходить тебе в платьице, в талию, всегда на высоком каблуке и в колготках в сетку. А может быть у вашего партнера наоборот великолепный вкус? Чуть позже будут представлены типажи. Оцените вашего партнера с точки зрения его отношения к моде. Но в любом случае мужчина не примеряет мысленно ваш наряд на себя, в отличие от женщины. И он видит в нем только вас. И уже по одной этой причине его мнение заслуживает внимания. Надеюсь, вы успеваете рассмотреть наряды этой очаровательной блондинки, которой, кстати, около 60 лет. Итак, обещанные типажи. Ваш муж или друг эксперт моды и стиля, и поэтому вы прислушиваетесь к его мнению? Он очень ревнив и не хочет, чтобы на вас кто-то смотрел. Во всех ты душечка наряда хороша. Ваш муж или друг любуется вами. И, наконец, последний типаж. Ваш муж или друг не замечает никаких обновок. Можно смело покупать себе все самое красивое, яркое и дорогое. Он все равно не заметит. В идеале должен быть такой стиль, чтобы мужчинам хотелось раздеть такую женщину, а женщинам овладеть ее гардеробом. А мы с вами переходим ко второй части видео. Оно будет посвящено сексуальности и предваряет его знаменитый эпизод из всем известного фильма. Итак, какой должна быть сексуальность взрослой женщины? И начать мне хотелось бы с таких мистических понятий, как тайна, загадка. Поэтому на ваших экранах панорама образов Изабеллы Расселине разных лет. От юной времен Ланком до последних, когда она уже очень немолода. Изабелле 67 лет. Женственная, нежная, настоящая. Оцените, кстати, и атрибуты ее персонального стиля. Total black первым слоем, эффектное массивное украшение в портретной зоне и коллекция ее палантинов, как, например, вот в этом образе. Убеждена, у женщины должен быть свой мир. Она не должна полностью растворяться в детях, внуках и домашнем хозяйстве. Если она интересна сама себе, тогда она будет вызывать интерес и уважение у родных и желание разгадать ее у незнакомцев. Женщина молодая сексуально до тех пор, пока загорается новыми планами, мечтает и радуется жизни. Но так заложено природой, что женщина не может расцвести на пустом месте. Должен быть садовник. Это мужчина рядом, достойный, красивый, который будет вызывать в ней сильное желание заниматься собой, своим имиджем, своим гардеробом, ухаживать за собой. И сейчас мы с вами поговорим о мужчинах. Но уже не с точки зрения их отношения к моде и стилю, а с совершенно другой точки зрения. Мой муж, друг, бойфренд. Это капризный ребенок, а я его нянька. Второй типаж. О, мой муж, это давно прочитанная книга. Третий тип. Все в одном человеке. И муж, и друг, и лучший на свете любовник. И, наконец, последний тип. Постепенно мы стали родными людьми, но страсти в наших отношениях давно нет. Увы. В этом видео звучит много вопросов. Конечно, я мечтаю о дискуссии после его выхода, но тема настолько личная, что вы можете просто отвечать сами себе. Цель этих вопросов – помочь вам по-новому посмотреть на стиль ваших взаимоотношений с вашим партнером или мужем. Посмотрите, как зажигает эта 70-летняя дама Кармен Ламана. Но 70 – это ее официальный возраст. Упорные слухи ходят, что ей уже 80. Именно близость мужчины заставляет сердце биться, как в юности, и чувствует себя по-настоящему неотразимой. Скажите, если вы одиноки, вам нравится, когда на вас смотрят с восхищением? Вы хотели бы новых отношений? Напишите об этом. На канале уже было видео, посвященное Сирию и гардеробу Кармен, но я была вынуждена его удалить, потому что зрительницы видели только ее пластику и только большие деньги, а не источник вдохновения. И поэтому совсем небольшой фрагмент сейчас будет с ее нарядами. Пластика присутствует, никто не спорит, но есть и упорный труд, связанный с поддержанием тела в хорошей форме. Вы просто это не видите, но есть видео в ее аккаунте Instagram, где она показывает, как она занимается спортом, как она занимается на тренажерах. А для того, чтобы оставаться в хорошей форме, для того, чтобы испытывать удовольствие от общения с мужчиной, нужно очень много заниматься своим телом. Мы на эту тему будем с вами говорить еще. Как видите, Кармен – большая поклонница стиля Шанель, и он на ней великолепно смотрится, этот стиль. А мы продолжаем разговор о сексуальности взрослой женщины. Сексуальность – это женская энергия. Наличие этой энергии воспринимается окружающими как молодость. А если женщина не молода, то как женщина хоть куда. Женская энергия на уровне физиологии – это баланс гормонов, который часто бывает нарушен после менопаузы. А основная зрительская аудитория канала – это как раз женщины после 50. Физическая активность, доступная по медицинским показаниям, поможет с поддержанием и восстановлением веса, а также уменьшит симптомы менопаузы и способствует детоксикации организма и, в частности, выведению ксеноэстрогенов. А ксеноэстрогенов вы можете прочитать на веб-сайте канала. Ссылка будет в описании под этим видео. В этом фрагменте вы тоже видите женщину, которой около 60 лет. Она очень много занимается своим телом и излучает вот эту женскую позитивную энергию. Не будучи красавицей, она воспринимается как молодая, энергичная женщина. А это экстравагантная, стильная, красивая Лариса. Оцените ее стиль. Излучает уверенность в себе, осознание своей прелести. Продолжаем говорить о сексуальности взрослой женщины. Современная взрослая женщина не собирается отказываться ни от одного удовольствия в этой жизни. Она знает свое тело, знает, как доставить удовольствие своему партнеру. У нее широкий диапазон допустимого. Она не страдает комплексами. А если страдает, то работает над этим. Секс – это момент, когда каждый человек ощущает себя молодым. Это острый момент осознания, что ты жив. А на ваших экранах – красивая, позитивная кьевлянка Оксана. Вот здесь она в платье, в котором национальный орнамент представлен. Очаровательная женщина. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok Я не верю утверждениям, что секса не было во времена молодости зрительниц нашего канала, тем, кому сейчас 50 или 60 лет. Конечно, был, но всё-таки, наверное, существовали какие-то табу. Вы имеете доверительные отношения со своим партнёром? Вы свободно выражаете свои пожелания в сексе? Ответьте самим себе. И если это не так, работайте над этим. А на ваших экранах красавица, женщина-испанка, которой более 60 лет. И она очень много занимается физической активностью для того, чтобы поддерживать себя в такой форме. То есть, когда женщины, наши зрительницы пишут о том, что им бы хотелось, чтобы полненьких женщин показывали, а у вас все худые, вот те худенькие женщины, они много этим занимаются. Это результат их усилий. Это не просто так им достается. Нужно всё время иметь это в виду. А мы смотрим на очаровательную, прелестную Светлану из Санкт-Петербурга. Посмотрите, как она раскована. Чувствуется, что это женщина без комплексов. Меня не поняли бы, если бы я хотя бы один маленький сюжет не посвятила женщине полной. Мы видим женщину-канатку из Альберты. Она полная, статная, красивая. Чувствуется, что она любит себя и своё тело. Наш показ подходит к концу. Это видео далось с большим трудом. Собственно, идея возникла примерно 6 месяцев тому назад. И вот я над ней работала, работала. И вот результат несовершенный. Я всегда всем недовольна. Но прошу вас поддержать вот то, что сейчас сделано с огромной любовью для вас. Подписывайтесь на канал, поставьте лайк, если это видео было полезным и приятным. Вы были на канале The New Woman. Хорошего дня и настроения. До свидания.